всем привет мне захотелось к чаю приготовить блинчики французские блинчики так называются нашла рецепт у меня на канале много разных блинов по разным рецептам все они очень вкусные проверенные если желаете можете посмотреть я взяла 250 граммов муки уже просеяла сюда добавлю сразу пол чайной ложечки соли немного ванилина очень люблю блинчики с ванилином если нет ванилина ничего страшного все равно блинчики вкусные получаются сахар 40 граммов взяла я взвесила все на веса взвешиваю поэтому говорю в граммах мукой перемешаю 3 яйца сразу сюда вбиваю в муку в общем такая технология порядок замеса тесто такой французских блинчик теперь венчиком взбиваем яйца с мукой перемешиваем постепенно я полагаю что все знают когда тесто замешивается как бы более в таком в густом состоянии комочков на блины вообще нету немножко вбила яйца в муку густовато когда становится добавляем молоко молоко здесь у меня 500 граммов теплое молоко я прям подогрела в микроволновке разбавляю так чтобы легче было замешивать сразу не добавляю много чтобы комочки не образовывались опять вот так взбиваю венчиком постепенно перемешиваем молочко добавляю и полная такая чаша получилась поэтому ложка так можно линуть больше хорошо массу взбила я даже не знаю сколько молока добавила но чтобы размешивать было удобно и комочки все разбили смотрите какая однородная масса получается где-то я даже не знаю может быть полстакана муж больше теперь добавляю сливочное масло здесь у меня 40 граммов масло растопленное сливочное почему молоко взяла теплое чтобы масло сливочное не образовала комочки если в холодное добавить то она будет комковаться обычно в блинчики я всегда добавляю подсолнечное масло но это такой рецепт со сливочным маслом перемешиваю сюда однородности перемешала теперь вливаю все молоко тепленькое но даже еще не охладилась совсем перемешиваем я готовила блины на одной воде они такие вкусные получается никогда на воде не готовила но мне заинтересовал рецепт попробовала если бы я сама не знала что это блины на воде ни за что бы не сказала они такие получаются как будто молоко тоже можете посмотреть это как бы экономный вариант но очень вкусных блинчиков на воде я обычно оставляю блинное тесто минут на десять чтобы постояла мука разбухает лучше становится ну вот и все готово тесто можно печь блинчики сковороду разогреваем я хочу попробовать не смазывать ничем в этом рецепте сливочное масло и не должно к сковороде прилипать когда первые блины и ку-то смазываю чуть-чуть подсолнечным маслом последующим уже при выпечке блинов вообще сковороду не смазываю сковорода для выпечки блинов тоже имеет значение я раньше пекла но и давно давно не на блинных сковородках иногда получалось что первый блин не снимался когда купила сковороду для выпечки блинов то блины получаются всегда и первый и последний с любым тестом ну чтож пробуем огонь я умеренный делаю у как хорошо сковорода прогрелась моментально блин поджарился все как ровненько это я слишком сильно ее нагрела видите перевернулся блинчик легко сковорода абсолютно сухая хорошо крутится эти сразу показать что снимется замечательно вот второй стороны 2 снимаю заметили как медленно растекается потому что густовато как по мне нужно тесто более жидкой я добавляю еще 150 граммов теплого молока ну потому что тесто для меня густовато ну тогда наверно будут уже блинчики не французские не знаю в общем перемешиваю хорошо и продолжаю печь на сухой сковороде дальше совсем другое дело уже развивается очень хорошо кстати я первый блин съела он такой достаточно сладенький поэтому быстро поджаривает сама этой стороне масло сливочное абсолютно не конкурится ничего все тепленько поэтому видите какое однородное блинное тесто никаких комочков все хорошо кстати очень вкусно вот первые какие блинчики с этой стороны они такие плотненькие получается но в то же время не тоненькие не толстые средненькие хорош смотрите какие мягкие для фаршировки просто идеально и так есть вкусно мне удобно палочка всегда об этом говорю кто-то лопаткой можно и лопаткой по второй стороне дольше поджариваются блинчики я уже маслом не смазываем друг на друга теплыми кладу смотрите даже не поджаренный блинчик перевернула совсем меленький хорошо снимается со сковороды вот так я набираю не слишком полную поварешку но у меня и поварешка не огромная средненькая если дырочка так появляется можно раз и немножко заделать хорошо будет очень быстро блинчики выпекаются на среднем огне тесто хорошо прожаривать вкусное тесто если хотите менее сладкий поменьше сахара добавьте грамм 20-30 возможно тоже будет нормально но они получаются такие умеренно сладкие а кто-то вообще блин и печет без сахара просто такие эти как быстренько пока говорила но расправлюсью даже одной рукой блинчики просто отлетают от сковороды даже смотрите на второй стороне какие они красивые образовываются такие дырочки миленькие миленькие потому что я тесто слегка сделала жидким больше стал вот этих дырочек как будто маком присыпаны вот если больше поварешку подчерпываешь они получаются чуть потолще то есть какие вы любите блинчики тоненькие толстенькие даже более толстенькие они хорошо пропекаются очень хорошо конечно не совсем толстые я делаю я толстые блины не люблю я тоненькие люблю вот это вот самый классно смотрите отлетает маху даже когда переворачиваешь не дожидаешься чтобы она снизу схватилась ведь двигается хорошо я просто все подробности показываю как идет тебя это блинное тесто на сливочном масле такая дырочек блинчики готовы получается из этого количества 26 блинов видите как довольно много у меня какой-то был рецепт я давала не помню какой написала что с одной порции получается 25 блинов у меня удивились как это так у нас там 15-17 я не знаю может быть у вас сковорода побольше у меня сковорода вот это если по дну 20 сантиметров и блинчики я пику не толстые тоже и бывает если зачерпываете большую поварюшку полную ну естественно блинов получится меньше вот у меня столько получается блины я ничем не смазывала если блины я добавляю подсолнечное масло то всегда их смазываю потом складываю практически такими холодными а эти блины можно сказать что я сразу друг на дружку даже в горячем виде складывала и чем хорошо они не прилипают друг другу смотрите как хорошо отделяется то есть можно брать свободненько каждый блинчик сворачивать и есть а в других рецептов надо обязательно смазывать чтобы они хорошо отделялись друг от друга вот чем хорош этот рецептик да тоже со сливочным маслом то есть он не дает слепляться смотрите даже прозрачные такие со всех сторон внутри полностью готовы в то же время я бы не сказал что они прям тонюсенькие тонюсенькие ну видно что прозрачные да смотрите вот так разрываются очень хорошо в общем супер тесто классно на одном молоке без добавления кипятка замечательный рецепт блинов со сметаной вообще классно будет можно с чем-нибудь сладким если вы вообще любитель сладкого-сладкого мне нравится блины макать растопленное подсоленное сливочное масло сминаются фаршировать хорошо так что если вы не пробовали такой рецепт попробуйте очень быстро я думаю все сразу получится никаких комов не будет даже на сухой сковороде сами видели вообще даже не смазывала ни грамма масла блинчиков еще даже краешки не слишком такие сухие получаются нормальные но они когда друг на друга складываешь еще тепленькие края смягчаются и потом не обламываются отлично чтобы они не подсыхали на столе можно прикрыть крышечкой блины остаются так вот их сворачиваю и в контейнер на хранение смотрите да как легко они зацепляются супер блинчики выше всех похвал когда готовишь или что-то делаешь и все получается настроение улучшается пусть у вас всегда все получается крепкого здоровья мирного неба до встречи